Иерусалим 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 коридор связывал его с прибрежной равниной. Это делало уязвимой защиту города, поскольку иорданская армия могла захватить шоссе, ведущее к равнине, и отрезать Иерусалим от остальной части страны. Потребовалось еще 19 лет для того, чтобы мечта о воссоединении превратилась в реальность. Нелегкой ценой далось воплощение мечты в жизнь. Дорого обошлось освобождение Иерусалима. Для многих это не только страница истории. Люди торопятся домой, еще немного и наступит суббота, и особая атмосфера воцарится в городе. Много лет прошло с тех пор, и когда я прохожу здесь по этим тропинкам, я все еще слышу эти звуки. В основном те из них, которые никто никогда уже не услышит. Воспоминания всплывают в моей памяти и каждый раз возвращают меня к лету 1967 года. Мне было тогда 25 лет, когда я учился на последнем курсе университета. О воинской службе я думал уже как о пройденном этапе. Я знал, правда, что я должен в году отслужить месяц в резервистской службе. Но эта мысль особенно не беспокоила меня. 15 мая президент Гамаль Абдель Насер объявляет о закрытии Тиранского пролива, удаляет силы ООН из Синая и угрожает войной. Премьер-министр Израиля Альвий Школь выступает с ответным сдержанным заявлением, подчеркивая, что Израиль не стремится к войне, но в случае необходимости сможет защитить себя. В посреди собрания моя жена вызывает меня и сообщает, что меня срочно вызывают в воинскую часть. По правде говоря, я не был удивлен. Будучи резервистом в бронетанковой дивизии Хорель, я понимал, что в данной ситуации иначе было нельзя. Я распрощался с товарищами и поспешил домой. Мне позвонили на работу и сказали, что я должен немедленно явиться по месту службы. Чрезвычайное положение. Я тут же созвонился с друзьями, они получили такое же сообщение. Большинство из нас иерусалимцы из Иерусалимской пехотной бригады. Со мной в палатке находились тогда ЮАФ, с которым мы вместе служили еще в регулярных частях. И до парень из Тель-Авива, который перешел к нам из другого батальона. Я сижу себе в сторонке и размышляю. Неужели в самом деле придется воевать? Как это будет выглядеть? Каковы шансы остаться в живых? Трудно это выразить, но воздух насквозь пронизан серьезным беспокойством за судьбу государства. Может быть это объяснялось напряженностью или нерешительностью нашего правительства? А может весельем радиопередачи с Каира? Израильское правительство выполнило ряд действий по дипломатическим каналам и нужно посмотреть, что из этого выйдет. До каких пор? Пока правительство не решит о принятии конкретных мер. Но утро 5 июня положило конец всем догадкам и предположениям. В полдень иорданские войска начали обстрел Иерусалима и овладели районом Ормонон-Нацив, демилитаризованной зоной, которая до этого была под контролем силу. Начиная с полудня, 5 июня усиливается обстрел Иерусалима и становится ясно, что иорданцы начали военные действия. Командование центральным округом отдает приказ о контрнаступлении. Командующий центральным округом Узи Наркис отдает приказ Иерусалимской бригаде под командованием полковника Элейзера Амитая овладеть районом Ормона-Нацив. Это нечто невообразимое. Обстреливается весь город. В дымах заполнены улицы, знакомые мне с детства. Сейчас нет времени думать. Нужно мчаться вперед. Ну вот. Входим в здание. Нужно быть осторожным. Там остались ООНовцы. Есть там и женщины, и дети, есть раненые. Не знаю, кто именно и каково их состояние. Среди ООНовцев раненых нет. Только что сообщили по рации, что второй роте удалось захватить район Муцав-Панакник. Продолжаем двигаться в юго-восточном направлении. Командующий центральным округом приказывает воинам бронетанковой бригады Гарель под командованием полковника Ури Бенари выступить в четырех направлениях и подготовиться к наступлению в районе к западу от Иерусалима. В глубине души сознаю, что вот-вот грянет бой. Немного опасаюсь, особенно в связи с тем, что вокруг тебя твои друзья, у которых есть жены и даже дети. Но с другой стороны, это не первое испытание огнем прославленной бригады. Примерно через час подойдем к линии огня. Нужно хорошо помнить все то, что мы прошли на учениях. Говорят, что в бою все выглядит по-другому. В 17.00 бригада Гарель начинает прорыв и в тяжелом бою, захватив позиции легиона в северной части коридора к западу от Иерусалима, всю ночь с боем продвигается по укрепленной и заминированной зоне в направлении Тель-Аль-Фуля. Продвигаться очень медленно. Вокруг полно мин. Секунда кажется вечностью, и я уже не могу вспомнить, что было утром. Одна рота выступила сейчас на захват Иорданского укрепленного пункта в Биду, а мы продвигаемся в направлении Неби-Самуэн. Сознавая, что это исторический момент, момент, подходящий для захвата старого города, командующий центральным округом просит подкрепление, бригаду десантников под командованием полковника Мотогура. Мы прибываем в Иерусалим к вечеру. В автобусе я сижу рядом с Юавом и пытаюсь предположить, что нас ожидает. Идо молча сидит на сиденье впереди нас. Многие используют момент передышки для того, чтобы написать прощальные письма своим семьям и кладут их в карман на всякий случай. Некоторые делают это как бы шутя, некоторые же пишут с полной серьезностью и замкнувшись в себе молчат. Когда мы высаживаемся из автобусов, нам на скорую руку объясняют, что нашей целью является захват района полицейской школы и холма, находящегося за ней, называемого Арсенальной горкой. Овладев же этим районом, можно предотвратить захваты орданцами горы Скопус. Мы прибываем к отправному пункту примерно в 2 часа ночи. Даже в эти ночные часы на улицах можно видеть жителей города. В их глазах можно прочесть, не допустите, чтобы то, что произошло в 1948 году, повторилось. Напряжение нарастает. С одной стороны мы готовимся к этому, с другой стороны есть много причин для опасений. Легкая дрожь пробегает по моему телу. Мы выстраиваемся в шеренгу, и до впереди меня, за мной Йоаф. Желаем успеха друг другу. Как только послышалась команда в атаку, мы начинаем перебегать через шоссе в направлении полицейской школы. Оглушительный шум наполняет воздух, по нам стреляют со всех сторон. Первые раненые зовут на помощь. В воздухе стоит запах пороха и крови. Иерусалим считается городом религии. В первый момент я подумал, что если Бог действительно существует, и существует рай и ад, то, несомненно, именно так выглядит ад. Неожиданно я сбился с пути, и тогда я вижу Йоаф, который добегу, кричит мне, чтобы я бежал за ним. Вдруг лицо его исказилось, и он упал на вздох. Не успев даже ничего подумать, я подбежал к нему. Кровь заливает его плечо и ногу. Он просит пить. Я зову санитара. Йоаф начинает дрожать от боли, и, видимо, еще и от страха. Из последних сил мы с санитаром подхватываем ИДО, и тут раздается взрыв, и нас откидывают в сторону. Стреляют со всех сторон. Впереди идущий танк подбит. Жара здесь страшная. Большинство иорданских танков отступили, но они продолжают вести огонь. Где танк командира роты? Черт возьми, что здесь происходит? На крышу засел снайпер. Черт возьми, невозможно высунуться из укрытия. Бой ведется здесь за каждый дом. Абуттор необходимо захватить утром. Нужно начинать. Черт возьми, невозможно высунуться из укрытия. Черт возьми, невозможно высунуться из укрытия. Субтитры создавал DimaTorzok Во вторник, 6 июня, в 7 часов утра стихли выстрелы. Район Арсенальной Горки очищен от врага. Юав погиб, Идо отправили в госпиталь, повсюду снуют машины скорой помощи. В то время как силы десантников очищают городскую линию, бригада Горель завершает захват района Тел-Эль-Фуль и движется в направлении Гевата-Мифтар, где она должна соединиться с силами десантника в районе горы Скопус. Мы приближаемся к Иерусалиму. Мне не верилось, что я сумею выйти из боя живым. Но товарищи спасли меня, вытащив из подбитого танка в небе Самуэль. Нас воспитывали в духе солдатского братства, но лишь сейчас я понял, что это означает. Ты готов сделать для товарищей больше, чем, может быть, сделал бы для самого себя. Странные вещи познаешь о себе и о ближнем своем. Снова стрельба, снова огонь, снова это ужасное представление. Нужно пройти этот проклятый переулок. Двое товарищей пытались продвинуться вперед и были ранены. Мы получили подкрепление танками. Сейчас лишь танки могут спасти положение, Ну а мы набрать воздуха и вперед. Иерусалимская бригада продолжает продвигаться с юга, овладевает кварталом Абутор и движется в направлении реки Кедрон. В 10.30 десантники доходят до музея Рокфеллера и останавливаются там для передышки. Я сижу в углу площади. Не могу понять, реальность ли это или сон. Многие мои друзья погибли за последние сутки. Все подбадривают друг друга и внимательно выслушивают инструкции и указания в отношении дальнейших действий. Я постепенно начинаю осознавать ужас пережитого за последние сутки. Должны еще захватить холм Аугуста и Виктории между горой Скопус и Масличной горой с тем, чтобы полностью овладеть старым городом. Будет ли захвачен город? Ходят слухи, что иорданцы пытаются добиться прекращения огня. Если уж мы дошли до сих пор и заплатили такую высокую цену, нельзя на этом останавливаться. В среду 7 июня утром был захвачен холм Аугуста и Виктории и правительство Израиля дает доказания командующему центральному округу Музе-Наркису прорваться в старый город и освободить его. Мы собираемся войти в еврейский квартал напротив навозных ворот. Набрать побольше воздуха. Вот-вот и мы воплотим в жизнь мечту. Вернемся в старый город. В те минуты мне уже казалось, что я могу переварить все. Все эти страшные картины войны, раненых, дым. Я построил для себя что-то вроде защитной стены, и в глазах окружающих я уже выгляжу так, как будто родился во время войны. Мы продвигаемся под прикрытием стен, и в эти минуты притупляются чувства. Звуки выстрелов возвращают меня к реальности. Мы продолжаем продвигаться вперед и входим в старый город через львиные ворота. Израильские танки стоят на въезде в старый город. Они видны и дальше, через львиные ворота. Рядом со мной пышет жаром сгоревший автобус. Жара тут невыносимая. Я спускаюсь сейчас по ступеням, ведущим к стене плача. Я не верующий, и никогда им не был, но я прикасаюсь к камням стены плача. Я стою на площади перед стеной плача. Вокруг невообразимый голдеж. Люди выплескивают из себя напряжение, накопившееся в течение нескольких дней. Спустя несколько минут появляются министр обороны Мушедаян, начальник генерального штаба Рабин и командующий центральным округом Узин Аркис. Одновременно с прорывом бригады десантников и Иерусалимской бригады в Старый Город, силы бригады Горель движутся на север в Рамалу и на восток до мостов через Иордан и отрезают западный берег от Иордании. Иерусалимская бригада движется на юг к Бейтлехему, Гуши Циону и Хеврону и соединяются с силами Южного округа. Военные действия прекращаются. Я стою и плачу. Из меня выходит все накопившееся во мне напряжение, весь страх, подавленность и боль, накопившиеся за последние дни. Перед глазами все еще стоят лица Иоава и Идо. И смертью своей заповедовали одни нам жизнь, а мы продолжали жить. После демобилизации я привез семье Иоава его последние письма. Никогда я не забуду лица его близких, когда они читали эти письма. Слезы отца и матери, которые никогда не увидят больше своего сына. И сегодня, десятки лет после гибели наших товарищей по оружию, они все еще живут в нашей памяти. Пройти здесь сегодня много лет спустя. Пройтись между оливковыми деревьями, посаженными здесь 183 семьями погибших. Дерево за каждого парня, который погиб в битве за освобождение Иерусалима. И ты понимаешь величие свершившегося. Эти оливковые деревья символизируют мир. И когда он наступит, не будет более войн. И парни не будут более уходить на войну. В нашей стране, знавшей много войн, памятники погибшим не в диковинку, постепенно теряется острота чувств. Еще один памятник, еще один. Для меня любое имя, высеченное здесь на камне, это живой человек. Я помню черты его лица, цвет его волос, его походку. Ведь это люди, которые вышли вместе со мной в бой и не вернулись. Люди, которые воевали за эту страну и за этот город. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова